На встречу, посвященную памяти Виктора Дубенко, человека в щелкове известного и уважаемого, его жена Алла Ивановна пригласила людей, хорошо знавших Виктора Константиновича. Многие жители помнят его, задорного и энергичного участника многих мероприятий, где он был не просто заметен, но и узнаваем по военной гимнастерке, которую ветеран сохранил со времен своей армейской службы. Виктор Константинович прожил очень непростую жизнь, которая началась с испытаний, выпавших на его долю еще в детстве. Когда началась война, ему было два с небольшим годика, и получилось так, что немцы пришли на Украину. И с его семьей, с мамой, два брата, у него был старший брат Григорий, они были вывезены. Они вначале поместились в сарай, так сказать, как и все жители села, а затем в течение через два дня их погрузили в вагоны и везли в Германию. Но по счастливому случаю удалось им спастись. Из эшелона, который уходил в Германию, маму и братьев Дубенко вызвалили партизаны. Потом было голодное, очень трудное детство на оккупированной территории. Люди, которые остались и жили в землянках, не было детства, не было еды, был постоянный холод, был постоянный страх. И поэтому, пережив все это, он с очень большим трепетом, когда встречался со школьниками, с учащимися, рассказывал и говорил, вы знаете, я никому не пожелаю того, чтобы это хоть когда-то повторилось. О послевоенных годах Виктор Дубенко тоже часто рассказывал. Они запомнились учебой в школе, где был один учебник на весь класс, и занятия под керосиновую лампу. Но Виктор Константинович с детства был человеком целеустремленным и настойчивым, и ему удалось выучиться на ветеринарного врача. Эта профессия стала для него призванием. В ней он не просто преуспел, он стал на Щелковской земле одним из самых заметных и уважаемых специалистов, обеспечивших на многие годы выпуск доброкачественной животноводческой продукции. С 1973 года он работал главным ветеринарным инспектором Щелковского района, начальником станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных. Под его руководством коллектив ветстанции неоднократно становился лучше в регионе, отмечался главным управлением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Виктору Константиновичу было присвоено звание заслуженного ветеринарного врача России. Ему в масштабе нашей области, практически, а можно сказать, даже и международной, доверено было вести закупки животных из других стран, в частности, из Германии, другие. Вот этот весь процесс сопровождать, вплоть до... Он часто очень в командировки выезжал туда. И не только это, закупки продовольствия. Это доверяет очень таким людям. Сам факт, когда его привлекали к закупкам, государственным закупкам на Западе, для улучшения поголовья стадок РС, что-то об этом говорит человеке, да, как о специалисте. Как руководитель он состоялся и уже давно состоялся, потому что в коллективе никогда не было каких-то проблем, трений там и так далее. А это многое зависит, конечно, от руководителя, как он работает с людьми. Люди, которые работали вместе с Виктором Дубенко, вспоминают о нем очень тепло. Мы ездили по Московской области, принимали опыт хозяйств хороших. И вот нашли холодный метод воспитания новорожденных телят сразу после рождения. Виктору Константиновичу я, конечно, рассказал, что я это дело бы принял, как во мне в этом деле. Он говорит, какие вопросы будут у тебя ко мне, я тебе все помогу. Это качество стремления помогать, заботиться о рядом живущих людях обернулось и участием Виктора Константиновича в работе местной общественной организации несовершеннолетних узников фашизма, которую он возглавлял на протяжении нескольких лет. Виктор Константинович в силу своего характера, он был очень любознательный. Он, вы знаете, хотел все знать. То, что он столкнулся вот с этой работой, можно сказать, впервые. И он ко мне очень часто обращался. Вот в этом плане у нас с ним возникла такая вот взаимная симпатия, можно сказать, что его интересовала вообще работа нашей организации по России. А мне нравилось то, что он активно взялся за работу в Щелковском районе, как-то поднял всех узников, что мы стали собираться, встречаться часто. Виктор Дубенко был человеком необычайно активным и инициативным. Выйдя на пенсию, он работал в ревизионной комиссии Совета ветеранов, входил в правление областного общества инвалидов, очень много выступал перед молодежью. Свой день рождения Виктор Дубенко отмечал в Новый год 1 января. В 2020 ему исполнилось бы 80. Самый близкий человек, его жена Алла Ивановна, надеялась встретить с Виктором Константиновичем 50-летие совместной жизни, но судьба распорядилась иначе. Теперь она делает все для того, чтобы сохранялась о нем память. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.